Ну все, ребят, сдал ключи, здесь такая кафе, он как музей, прикольная, и тут сделано, ножи, все такое, в общем, сейчас пью чай, погнали, погнали дальше, время, 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 не могу долго спать, почему-то, не знаю, адреналин заскаливает, видимо, сейчас заправочку и погоним. С утра чай, а что, ничего не лезет с утра, иду к своему другу, стоит, все в гостинице, все забрал, время 15 минут первого, немножко сполоснул носочки, чистенькие отделки, душ сходил, побрился, и кто-то сейчас звонит мне, не дает снять нормальное видео. Отвлекли меня звонком всем, фух, интересно, как, что, куда. Я, ну, долил масло, вот, с Екатеринбурга сюда прошел, где-то получилось около 3000 километров, ну, вот, долил где-то 2 литра, ну, потому что поддон большой, 2 литра примерно, ну, полтора-два вот так, долил. Вот, не обижайтесь, если кому-то не отвечаю, потому что, ну, вот, приехал в 4 утра, пока смонтировал видео, а сначала в душ сходил, видео смонтировал, не выспался, потому что, не знаю, почему-то встаю рано, поспал всего 5 часов, там, ну, 4, наверное, ну, как бы, вроде, свяжусь, себя чувствую, нормально. Побрился, надо домой ответить, не успеваю даже, ребята, вот, дочери, правда, там, прокомментируют, если чё. Вот, что, постираться надо, надо побриться, надо, блин, не забыть ничего приготовить, утром масло не забыть, дарить там, или еще что-то проверить трактор. Так, кстати, еще надо шаровую, пока вспомнил, видите, сейчас не упомнишь, подтягивал шаровую. Вот. Заправиться, едешь, когда по пути, вроде гостиницы близко, тут и тут есть, ну, то на разделительные не развернутся, то по пути они, вон, закрыты через дорогу, мне пришлось здесь вот пересекать дорогу на эту сторону. В общем, проблем, они, вроде, не проблемами, решаемые, но на это уходит время. То есть я еду, как бы, вроде на расслабоне, но все равно, как бы, напрягает. Тем более, вот ночью еще полицейские остановились, наверное, полчаса разговаривали, что, как, им тоже интересно, как я сюда попал. Ну, в общем, ну, разные истории, и видео не всегда запишешь, то есть, видео не всегда включается вовремя. Это надо брать с собой, как вот, снимают сериалы. На машине сзади еду, снимают, камеры в тракторе стоят, с тобой сидит, с камерой снимает. В общем, движуха должна быть полная, но вот, как бы, вот такая, такой расклад. Ну, я сейчас, что, выдвигаюсь, 12.30, и поехали в сторону Беларуси. Остается 500, 500 с чем-то, 530, по-моему, километров. Ну, мне надо будет свернуть, как, в Беларуси. И, в общем, еще ехать 600, 610, по-моему, что ли, километров. Слева не голову, а податок, далеко, разворачивайся. Ну, что, с Богом, едем до границы. До границы где-то, ой, ну, 300 километров. Друзья, просьба, вот кто, если едет, фотографирует, вот парень ехал, догнал, обогнал, вот сюда встал и снижает скорость, чтобы я его обогнал. Ну, зачем вот так делать? Вот видите, он едет, снимает и, ну, мешает. Ну, едет, сними, отойди дальше, либо сначала притормози. Я веду 90, ровно, а вот они начинают притормаживать, на 70 сбрасывать, чтобы, видимо, снять или что. Ну, не знаю. Попадаются вот такие люди. Конечно, ну, снимайте, ну, не мешайте движению, пожалуйста. Ну, просьба вот такая. Доехал на заправочку, думаю, это, заправлюсь. И тут как раз пистолетик такой тоненький. Вот канистры этот заправлю. Как раз водит нормально. Так, сейчас пойдем, посмотрим. Вроде 50 рублей литр за солярку. Ну, подешевле, конечно, хочу. Парень из Белоруссии. Как зовут? Серега? Не, ну, хоть подсказал карту мне, что сделать на таможне. Где грин-карту взять? Да что, сейчас все, короче, заправляемся. Пошли. В общем, не знаю, сколько влезет. Так, три канистры. Ну, ладно. Кто не хочет, тот не хочет. Ну, все, ребят, я заправился. Так, что у нас? На 4 тысячи сюда зашло. И в Бат 27 литров еще залезло. Только что-то отключилось. Пришлось ходить. Зашел на эту, на заправку. Блин, там аж холодина. Не то, что освежающий, кондиционер работы. А холодина. Я говорю, девочки, посты не тянет. Она хорошо, говорит. Я говорю, ну, ладно. Так, ну что, едем дальше. 1 час 3.13. 1 час 3.16. У парня спросил, который на бензовозе, говорит, километров 200 еще до границы. Едем? Потихоньку еду. Минск прямо. Отключаясь, то что навигатор включаю, там где-то спереди кусок еще платной дороги вроде выскакивает. Поэтому видео не особо много по дороге получается снимать. Так, парни вот как раз горит. Попались. Так, белый знак на белом ходе. Головой махнул, поздоровался. Ну, 60. Еду, потому что под населенный пункт в белом знаке под него 60 разрешено. И все, а дальше можно 70. Мысли разные в голове крутятся. Вот справа, видите, сетка по дороге. Разделительная полоса посередке. И с той стороны тоже сетка стоит. Интересно, как миграция зверей проходит. То есть, они остаются в этой области. Миграции по сути-то никакой нет. Получается. Ну, то есть, ваше мнение напишите. Кто-то из подписчиков мне махнул как раз стояночка. Говорит, заедь. Наверное. Ну, вон, вылазит. Остановись, пожалуйста. Перекорим, поболтаем. Здорово. Здорово. Красавчик, а. Из подписчиков нет? Не, не, не. Просто увидел. Я хуел, блядь. Не матерись, не отмешится. Дети же смотрят. Да я это самое, тебя. Споткаю, блядь. Ну, давай, я выйду, перекурим. Сейчас мы поболкаем. Тут еще, что там, техник-сервис запчасти. Парень ехал навстречку. Развернулся, видишь, что меня этот парень остановил. Это не подписчик, вообще тоже остановил. Но он развернулся и подъехал. Я, говорит, подписчик. Так что, все, я говорю, у меня тоже время. И все, поехали все. А то время идет. Поболтать всем охота, блин. Рассказать, спросить. Вопросов много задают. Так что, едем уже на границу. Все километраж по-разному, говорят, мужики. На этом, как его, на знаках только направление Минск, а сколько километров не показывает. В общем. В общем, едем по прямой. Сказали, вкладки вроде дальше нету. Так что, может быть, буду снимать почаще. Интернета вообще не было. Зак inference На улице жарища. Сейчас, ребят, знак попался. До Минска, 400 километров ровно. 400 километров ровно. Сейчас. Мы едем за этим парнем, догнали молоковозчика. Я говорю, что здесь еще молоко есть? Он говорит, я въеду в какой-то поселок в Куды. И, ну так, в границе Беларуси он назвал. Оттуда молоко вводим. В сторону мосты, по-моему, что ли. Поля вон в Куды есть. Зеленая все. Забелена или забелено. Красиво, вверх-вниз, вверх-вниз. Рамцово. Руку поднял, поздоровался. Пацаны, на почину почин. Поздоровался. Ярцево проезжает. Моря пошли. Желтые. Уже скоро урожай будет собирать. Вот более желтая. А вот более зеленая. Это где-то Кремон-Гороги. Это рядом уже с Белоруссией. Интересно, в Белоруссии уже собирают урожай, нет? Ну, там тоже, наверное, юг-север отличаются посевы. Держи с собой, мне кажется. Посмотрим, проедем. Здесь вообще красиво на улице. На обочине. Прям по обочине трактора. А вон еще с переезда. Красиво. Мусор, правда, есть, но и где. Трактора вон аж где. А над всем приходят. Красавчик. Это Утарсков. Служивает народу. Молодцы, молодцы. Минск. 309 километров до Минска. Вправо поворот был на Смоленске. Ушел поворот. Я тут размышляю мыслями какими-то в голове. Собрался хоть. А то все. Вечером ложишься с одной кашей в голове, а утром встаешь с другой кашей в голове. И точно не сосредоточен. А даже нездоровая. Сейчас тоже рукой машины. Вот такая природа. Друзовики догоняют. Сфотографируют, видео снимают. Нет, не снимают. В общем. В общем. Едем. Размышляем. Смотрим природу. Установился. Зеленую карту надо взять. Ну, парня хочет. Он выезжает. Здоровается. Что, работают? Сейчас пойдем. Узнаем. Что к чему. И я вам расскажу. О, парень. Посигналил ему. Показываю. Давай еда покурим. Вон. Рукой макнул. Не, работать надо. Вот это работяги. Обычно бросают. Идут к трактору. А это смотри. Красавчик. Прежде всего работа. Так, ребят, сижу. Вот вентилятор. Идут. Страховочку сейчас сделаю. Девочки. 680 на 15 дней, да, у нас там получается? Вот. Такой стационарный пост. У вас круглосуточно? А сейчас тут. Ну, сценочки сразу. МТЗ-8. Беларусь МТЗ-80. Так. Ну, все, ребят. Вот так выглядит зеленая карта. Но она не зеленая. Грин – это зеленая. Почему-то зеленая. Ну, то бишь, страховка по нашему. Это моя российская, а это Белоруссия. Осталось, говорит, 70 километров до границы. Пропускаем транспорт. Итак, подходит, начинка начинает! Доктора появляется на дороге Т-150 Каминская 275, АКШ-85 А до помощни не говорит сколько Ребят, на трассе специально остановился Уже второй раз попадается Не улетает ничего Ходит спокойно По кувету Ребят, еду такой Ну и вроде как испытание Вот турбина Справа внизу Слева В поддоне тачик стоит И сверху датчик температуры двигателя Видите разница? То есть турбина надувает Если единичку То есть масло все равно В поддоне больше подогревается То чем Жидкость у двигателя Причем У меня стоит Два охладителя То есть у меня кулер стоит И радиатор стоит Это еще в свободном ходе Таком Как сказать Не в гоночном режиме А просто свободно Так Минск 258 Километров до Минска От этой таможни Уже вот-вот должна появиться И что-то и нету И нету Вот какой-то Монумент Попался Там попадался Вот здесь Прям за деревьями Я не успел Камеру достать Парень с гранатой В сторону Ну В ту сторону Защищает Как бы Родин В память Ну Родин Немножко за кустами Не заснял Глядем И он остановился Он Даже и не уходил Он как будто ждет Что ему что-то бросят Они тут что местные Наверное Может Бросить ему что-нибудь Интересно Вон он Ходит Не боится Сейчас я ему что-нибудь Брошу Может Подберег У меня тут же Пирожок был где-то Кусочек пирожка Вот так Вот он Не боится Куда ты Не выходи на улицу На На Возьмет Нет Давай Бери Ты же увидел Куда Андерса В общем Вот такие дела Он даже и не боится Ну ладно А вон он запомнил Все равно Сейчас я отъеду Запомнил Ищет Ищет Ну ладно Поедем Прикольно Даже не улетает Ну вот она, ребят Граница Оказывается По-моему Все стоят Так А что тут надо Для проезда Это была Российская таможня Блин Я вот Перепутал Сейчас два километра Еще Поставил сзади Камеру сюда А запись Не крутила Все там Он там спросил Паспорт Посмотрел на меня На Белоруссию Меньше народа Белоруссия Ихтур больше И легковых Больше А вот Вижу теперь Республика Беларусь Питерская окна Классная дорога Классная дорога Классная дорога Что-то у меня Не было Классная дорога Ребята Казино Прям есть Написано Разве такое можно? У нас такого я ни разу не видел Так Минск 240 Аршас 47 Дорожники Беларусь Где-то у меня Олег В дорожниках Он Не он Нет Не такой Вроде Крактор Здесь Тоже Подписчики В бедру Да Там можно Что-то я не вижу Два километра Сейчас Доберемся Ну Здесь Начинается Красиво Тут Казино Отель Казино Красивее Сделано Беларусь Противопожарную Пахоту Поля Рулоны Намотаны Сразу Вид Такой Въезжающий Беларусь Название Название На знаках Тоже Уже Израиль Минск Так И здесь Что у нас Будда Селенный пункт Парень Держит Непонятно Поля Упирается В деревню Легко Солнце Вот Так Из Деревню Асфальтирован Все Примечаем Мемориал Мемориал Какой-то Мемориал Минск 245 Пацаны в поле работают на третерах оси на уйка, это ся уйка что ли? Света, высокую тренинг, зарастую, там за деревьями машина Синахоз идёт. Видимо, на поле пыли там за бугром. Ферма. Компешка была видимо. Заброшенная, вроде как похоже. Пацаны, трактор ремонтируем. Что-то я проехал уже, вообще много, километров 10 или 15, нет таможни никакой. Еду и всё. Это, видимо, таможня была вот на встречку, которую я снимал. Вот это, наверное, и была видняя таможня. Вон флаги. Уже Беларусь висит. Получается так, но нет таможни, она через километр должна, я уже минут 20 еду, наверное. Хотел заснять, вам показать таможню, а её нету, ребят. Остановился он. Поля красивые, ровненькие всё. Сложено. Сейчас хочу набрать навигатором остановочка культурный. Навигатор набрать и уйти по своим планам сначала. Аршан, Могилёв, Комель. Выходим. Комель, Могилёв. Нам надо купить Симку местную, чтобы отзвониться домой, родные. И попробовать заправиться на заправке. Работает карта сфер у них или нет. Дороги такие же, как у нас уже. По сравнению. Всё одинаково. Вот здесь. А, попробовать. Ладно, уговорили. Здесь снова. Ну, у нас тоже надо развязывать. Да, туда не надо. Может быть, зачем нам надо. Ногами на Могилёв. Вот такие здесь. Памятники. Могилёв. Город, что ли. Что-то я проморгал. Вывеску. Да. Или Орша. Орша, наверное. Да. Это Орша, наверное. Так. Помнили. Могилёв. По этой полосе. Да. Это Орша была. Орша. Прошу прощения. Ребят. Надо их успевать за знаками, за светофорами. Включить воврик и камеру. Так. Могилёв 90. О. Коллега. Поехал. Так. Река Днепр. Под Днепр, да. Стыковочные швы. Конечно. Желать бы лучшего. Бежит с той стороны. В ту сторону. Поле зелёное. Поле жёлтое. И вот там вдали элеватор. Большой. Остановился. Природу посмотреть. Пацаны еду. Природа. Конечно. Получше. Поля заросшие. Здесь красиво. Смотрите. Там зеленоватая. Здесь уже убирать можно. Это радует. Ну я сейчас всё перекушу. У меня там есть сосиска. Пирожок сладкий. И что. Ну спину размял. Походил. Ну и. Едем дальше. Осталось нам 250 наверное где-то километров. До места назначения едем в Гомельскую область. Ванилёвская область. Ну в область. Короче. Ванилёв 44. Гомель 219. Вон аист. Нет. Живой аист. Вон где-то рядом. Вон участки. Трактора. Ну да. В деревне нету. Асфальта. Но всё таки. Вон возле зданий. Смотрите. Вот у нас сейчас школа. Да. Что тут такое. Смотрите как ухожено. Красиво. Что тут. Смотрите. А вон школа написано на асфальте. Видите. Красота. Дом старенький. Но вокруг тоже. Можете вон. Дрова грузят. Зерноток. Делеватор. Ну совхозный видимо. Смотрите. Смотрите. Доменький. Тут вон граффити на этом. На стене написано. Поля сразу. Он прям к забору подходит. Вон к деревне прям. Поля. Всё в полях. Не заросшее. Ух. Молодцы. 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 О. Какой здоровый лось стоит. О. Комвайн попался. По трассе. Ух. А у нас нельзя выехать. Вроде бы. Не знаю. Жанна может тоже ездит. Не успеваю. Ребята. Включать. Снимать. Красивые места. Дорожки конечно не важно. Ничего страшного. Притормозим ради этого случая. H RSista. Париж. Нbeitsится. Н Alto. Н Субтитры делал DimaTorzok Не знаешь куда гляну, еду разглядываю такой, удивляюсь, везде скошено, главное нету этого, борщевика нигде, вообще нигде я не встретил борщевика Странно, видимо борются нормально с этим борщевиком здесь, рабочие скошены Еду, ребята, такое, это, размышляю и вспоминаю СССР, едешь по дороге и машин никого, грузовые там, это, это вот спереди едет с узкими номерами машина Сзади он в зеркало, никого Спереди никого Сейчас посмотрим, с какими номерами навстречу попадется машина Беларусь, местный парень Памятник солдату Стоит Ну, в деревне у нас, вальто нет, но у них здесь съезжаешь хоть песок везде А я жил в Казахстане, у нас съезжаешь, у нас глина Саванчак какой-то И поэтому мне здесь все равно Что за район? Могилевская область То есть, из Могилевской области выехали в Гомельскую область и заехали Осталось 100 километров до Гомеля, где-то, примерно И, причем, еду, в деревню Снава с неба проезжаю машины, дома Ну, стоит, видимо, на улице жарко, народу никого не видно, знаете Так, вот большой сейчас нашел Комельская область Вот красиво, да, въезжаешь, сразу видно, в область въехал Сейчас еще в город, если будем езжать там, посмотрите А то у нас едет, ничего не видно Куда ты заехал, откуда выехал Либо значок маленький, либо он где-то там в кустах и заросишь Ну, красиво, красиво Дороги точь-в-точь как у нас Есть хорошие, есть плохие Вот на тракторе сразу чувствуешь, притормаживаешь Нормально, красивенько все Скошено Борщевика нигде нет И всякая трава, либо скошенная, либо его нет И поля вон все, не заросшие, растет все Засеяно На машине тут кто-то меня обгоняет Так, вот такой населенный пункт на Белом Горе Все притормаживают на 60 С этой стороны куры ходили, вон с этой стороны корова, лошадь Вот, люди появились Да, так красиво Помните ухоженные Небогатые, но ухоженные, ребята культурная магазин площадки немецкие поселок администрации пешеходник школа рядом написано школа школа я не вижу там девушек нет не веток не густов каких-то лошади 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 ступи дорогу сангату лошади манцерпушка просевает прямо полицейский Остановился воды набрать случайно, а тут подписчики окажется едем. Спасибо за водичку. Водички свежие набрал. Ладно, едем дальше. Дедушка еще вышел, окажется тоже. С Казахстана, с Кустанайской области, с Артавыка, по-моему, что ли. Ну, в общем, все дела. Пока, я поехал. Вот, смотрите, дом и прям вплотную поле. Вот, прям в притирочку вокруг дома. Вон, поля-то вокруг дома. Вот усадьба чья-то. И вот поле. Офигенно. Классно. Вот это мне нравится. Вон зеленое еще поле вокруг дома. Офигеть. Супер. Что-то непонятно. Комбайл. Супер. Здесь что заметил? Машина вот здесь на автобусную остановку вывезла людей. Автобусик забрал. И они обратно в деревню поехали. И люди стояли, попутку махали, как раньше в СССР. Ну, до поселка доехать. Ну, на попутке. И люди останавливаются, подбирают. Молодцы. Потому что машин, видите, как мало. Ну, как, ездят. Друг к другу помогают. Видите? Новый трактор перегоняем. Комбайн новенький. Погнали. Видимо, Гомсельмаш. Раз мы в Гомель едем. Ну, дома стоят. Видимо, как... Ну, в поле работает, раз к дому подогнали, сторожат. Видимо, так работает. Соборчик у всех одинаковый. Прикольно сделано. Друзья, офигенно. Раньше в Союзе либо красили, либо штакетик все в один. Ну, это со времен СССР, поскольку. Вот центральная улица, она была у всех одинаковый забор. Сейчас, ребят, посмотрю, куда мне ехать. Машин немного. Да, почти что пусто. Вернее, этот, точку хотя бы посмотрел. Ну, вроде, что-то там показывает. У меня ни связи, ни... Не GPS, но спидометр вроде показывает. Он GPS-ный мне. Не знаю, что за электростанция или ТЭС, но грандиозная. Далеко-далеко было ее видно. Да, грандиозная. Да, грандиозная. Да, грандиозная. Попытались заправиться на карту Сбербанк. У меня виза. Говорит, мир. Попробовали, не проходит. Пистолет маленький. Все нормально, все подходит. Но оплата не проходит. Но у меня еще до места километров сорок. Сейчас, наверное, на трассе заправлю еще там, сколько у меня, ну, литров сорок должно влезть. Погнали дальше. А там уже буду... Либо обменяю завтра, либо... Либо что-то придумаю. Не знаю, в голове еще пока непонятная ситуация, как и что сложится. Все, закрываем. А, даже можно закрывать. Сейчас я на дорогу отъеду, чтобы наклонить вот этот бакчок побольше влезло. Стою, заправляюсь. Кто-то на фуре знакомый просигналил так, что вся округа оглянулась, по-моему. Ну, ладно. Я думал, он там развернется. Нет, прямо ушел. Ну, ладно. И мы поехали. О, есть путешественники. Сверху такая-то. Коровы. Запах. Ах! Как вкусно пахнет. Мы едем в Хойники. 49 километров от нас. Кто-то говорил, в Белоруссии нефти нет. Качалка работает. Ничего себе. Вот это ность. А я думал, нету нефти. Вон она качает. Все в Белоруссии есть. И свет, и все получается. Красавчики. Пожарные. Пожарные, увы, что даже есть. Вон. Над деревней. А вон трубы ложат. Молодцы, ребята. Ребята, у меня нету связи. Еду по знакам. И еду уже. А, получилось, я на Гомель по прямой прошел. Гомель объехал на Брест. С Бреста сейчас свернул вот на Хойники. И уже там показалось 45 километров. Еду, еду, еду. Уже скоро приеду. А что-то ни одной машины вообще. Ни навстречку, ни обогнали. Вообще там кто живет, нет. Может я не по той дороге поехал. Не знаю. Дорога вроде неплохая. Так, вот какой-то знак еще. А, это дверечка была. Здесь нефтяники. Какая-то другая. Так, что? Понятинский район. Никого. О, машина есть. Смотрите. Такие фотографии почетных людей мне понравилось. Знаете, как доска почетов у них есть. Ну, раньше была. Многие в деревнях. Две-три фотографии. Доска почета. Блин. Вместо вот этих рекламных счетов, которые по всей дороге у нас по России разбросаны, едешь, вот лес ничего не мешает. А то это квадраты мигают, мигают. Только отвлекают от дороги. А здесь красота. Вообще нравится. Переехать сюда жить, что ли. Не знаю, что там мне тут. Прям понравилось вообще. Никого нету. Ну, зато трака. О, повернул. О, давай сейчас тормознемся. Просим. Просим он у мужика сейчас. Правильно хоть едем. Нет. А он вообще уехал. Ладно, не хочет со мной никто разговаривать. И куда мы. Ладно, куда-то в пасть. Ладно. Машина идет. Ладно. Нам все равно там тупиковая, походу. Гоним дальше. Да, ребят. 40 километров. Чуть голову не стрес. Но хой... Хой, Никки. Доехал и нашел. Теперь надо где-то здесь улицу найти. Чтобы кто-то меня сопроводил, что ли. Так. Знаков нет. Улица, адрес у меня есть. Поворот был направо на хойнике. И связи у меня тоже нет. Ну, что. Как нам быть? Как нам быть? Сейчас я подумаю. Я добрался на место. Вчера, ну, уже темновато было снимать. В общем, я на месте. Все. Тут красота такая. Прям везде цветет, пахнет. Запах такой стоит. Но мошек у меня, ребят, на стекле. Если видно. Вообще много. В общем, надо будет где-то помыться. Еще найти. В общем, я не могу. Все. В общем, я не могу.